Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жирнакова представляет видеопрезентацию «Януш Корчак. Жизнь как подвиг». 22 июля исполняется 145 лет со дня рождения Януша Корчака. В год педагога и наставника вспоминаем биографию и творчество великого польского педагога и писателя. Когда об одном человеке говорят, что он детский доктор, писатель, общественный деятель, ученый, публицист, воспитатель и борец за права детей, при этом подчеркиваются такие черты его характера, как пылкость, неутомимость, смелость, то можно не сомневаться, что мы имеем дело с невероятно всесторонней личностью. Он и был таким. Хендрик Гольшмидт, которого больше знает под псевдонимом Януш Корчак. Он написал два десятка книг по теории и практике педагогической науки, постоянно изучал мир детей, стал первым, кто заговорил о защите их прав и диагностике воспитания. Он был великим педагогом и любил своих воспитанников так, что шагнул вместе с ними в вечность, принял смерть вместе с детьми в газовых камерах концлагеря Треблинка. Родился Хендрик Гольшмидт 22 июля 1878 года в Варшаве в обеспеченной еврейской семье. В те годы обеспеченные семьи предпочитали начинать обучение детей дома, приглашая разных педагогов. Но Гольшмидта решили отступить от правил и отдали семилетнего сына в частную подготовительную школу Августины Шмурлы, в которой железная дисциплина поддерживалась использованием РОСК. Школьные годы Хендрика прошли в Варшаве в 7-й городской гимназии Варшавского учебного округа Министерства народного просвещения России. Там царила принятая тогда в Европе жесткая дисциплина. Преподавание велось на русском языке, польский язык преподавался в качестве необязательного. Уже в первом классе преподавалась латынь, во втором – французский, немецкий, в третьем – греческий. По окончании гимназии ему было вручено свидетельство. Больше всего Хендрик любил литературу и так пристрастился к чтению, что проводил за книгой любую свободную минуту. Позже он вспоминал этот период и говорил, что в 15 лет начал читать как сумасшедший. В это время для него не существовало ничего, кроме книги. Еще когда Хенрику исполнилось 11, у отца обнаружили душевную болезнь. Много средств семья потратила на его лечение и содержание в специализированной клинике, поэтому на момент его смерти в 1896 году финансовое положение Гольшмидов оказалось незавидным. Хенрику пришлось резко взрослеть, потому что кроме него некому было позаботиться о матери и сестре. Еще когда он посещал мужскую гимназию, он пробовал свои силы в репетиторстве и написании статей, которые рассылал в разные издания. Творческий дебют молодого человека начался в 1896, когда его юмореска Гордиев Узел была напечатана в сатирическом ежеденедельнике. Он постеснялся подписаться настоящим именем, поэтому поставил псевдоним Хен. Произведение понравилось редакционной коллегии журнала и читателям. Окрыленный первым литературным успехом, Хенрик продолжил совершенствование своего мастерства. В 1898 году он стал одним из участников театрального конкурса, который инициировал Игнаций Подаревский через журнал «Музыкальное, театральное и художественное эхо». Он приготовил для конкурса два своих произведения, одним из которых была пьеса под названием «Куда?» из четырех актов. По правилам соревнований все работы должны были быть подписаны, и тогда он взял себе псевдоним Януш Корчик. Имя было позаимствовано из произведения Крашевского «История о Яноше Корчике и прекрасной дочери меченосца». В 1900 году он написал несколько филейтонов, объединенных в цикл под названием «Дети и воспитание». Под ними стояла подпись «Януш Корчик». Все последующие работы великого педагога выходили под этим именем, и именно под ним он остался в истории навсегда. В 1898 году Корчик поступил на медицинский факультет Варшавского университета. Одновременно обучался на подпольных и высших курсах. Летом 1999 года он ездил в Швейцарию, чтобы поближе познакомиться с педагогическим наследием пестолодцы. В своей поездке Корчик особенно интересовался школами и детскими больницами. В 1903-1911 годах работал в еврейской детской больнице имени Берсонов и Бауманов и воспитателем в летних детских лагерях. Являлся членом еврейского благотворительного общества помощи сиротам. Во время учебы Корчик написал свой первый роман под названием «Дети улицы», с которого и началась его творческая биография. Его напечатали в 1901 году, когда он трудился на добровольных началах в детской библиотеке. С 1900 по 1915 год Януш работал в обществе летних лагерей, потом перешел в общество польской культуры. Состоял в членах Варшавского гигиенического общества. В 1904 и 1907 годах работал в качестве воспитателя для детей евреев, приезжавших отдохнуть на базу Михаловка. Это стало бесценным опытом педагогической работы, пригодившимся Корчаку впоследствии. После работы в летнем лагере Януш выпустил еще две своих книги. Теперь он пишет все больше произведений для детей. Сразу это были небольшие рассказы и филеетоны, которые со временем становились все объемнее. Среди самых популярных у детской аудитории книг можно отметить «Король-мать уж первый» 1923 года выпуска. В следующем году он написал «Банкротство маленького Джека», а спустя еще 9 лет книгу «Кайтусь чародей». 23 марта 1905 года Януш получил диплом врача. В качестве военного врача русской императорской армии принимал участие в русско-японской войне. В 1907 году Корчак на год едет в Берлинге за свои деньги, слушает лекции и проходит практику в детских клиниках, знакомится с различными воспитательными учреждениями. Он проходит стажировку также во Франции, посещая детский приют в Англии. В 1911 году Корчак оставил профессию врача и основал дом-сирот для еврейских детей в доме 92 на улице Крахмальной, которым руководил до конца жизни. От филантропов, субсидировавших его начинание, Корчак потребовал полной независимости в своей административной и воспитательной деятельности. Во время Первой мировой войны Корчак служил военным врачом в дивизионном полевом госпитале русской императорской армии. Книгу под названием «Как любить ребенка» Януш начал писать именно в военные годы. В 1919 он выпустил первую трилогию, которая получила название «Ребенок в семье». В 1920 она появилась в печати в полном объеме. Эта книга – своеобразная педагогическая креда Корчака, в котором он объявил о праве каждого ребенка на смерть, на жизнь и возможность отставаться самим собой. Впоследствии он постоянно отстаивал эти права детей, это стало частью его жизни и профессии. Корчик выступал в качестве адвоката, защитника и представителя тем детям, которые нуждались в его защите. Причем поддержка зачастую оказывалась в нескольких сферах – медицинской, педагогической, писательской. Януш был уверен, что ребенок должен воспитываться в семье, а в случае отсутствия таковой в обществе своих ровесников. Он стремился сделать так, чтобы дети потом свободно влились в социум. Он учил их реальнее жизни и говорил, что не всем удастся всю жизнь прожить в тихом семейном уголке или в полной идиллии. Педагог, конечно, старался сделать их детство беззаботным, но это не означало полного отсутствия обязанностей и тип личных условий. Он относился к каждому ребенку, как к взрослому, разговаривал с ними на равных, вступал в открытые дискуссии со своими воспитанниками. Корчик возвращается в Варшаву в 1918 году, где руководит детскими приютами, преподает, сотрудничает с журналами, читает лекции в свободном польском университете и на высших еврейских педагогических курсах. Во время Советско-Польской войны Корчик в звании майора медицинской службы работал в военном госпитале в Лодзе. В 1919-1936 он принимал участие в работе интерната «Наш дом» детского дома для польских детей, где также применял новаторские педагогические методики. В 1926-1932 годах Корчик редактировал еженедельник «Малое обозрение», в котором активно участвовали его воспитанники. В конце 1934 года Корчик пришел на польское радио, вел ряд передач для детей. Его представляли как старого доктора. Его программы пользовались большим успехом, но в марте 1936 года их сняли с эфира. Корчик вновь появился в эфире ровно два года спустя, в марте 1938. Произведения Корчака печатались во многих польских изданиях и были переведены на еврит и идиш. В 1934 и 1936 годах Януш побывал в Палестине, очень много ездил по святым местам. Но больше всего во время этих странствий он интересовался педагогикой, присматривался к воспитательному процессу, исследовал жизнь еврейских детей. С началом Второй мировой войны все сотрудники детского дома не уходили с работы круглыми сутками. Вместе с ними в доме сирот находился и Януш Корчик. Каждый прожитый день был наполнен героизмом и самоотверженностью. В сентябре 1939 года состоялось его последнее выступление в эфире радио, где он призывал всех сохранять спокойствие. С момента, когда Германия вторглась в Польшу, Корчик находился в постоянном поиске средств на содержание детского дома. Летом 1940 года он вывез всех воспитанников на отдых в летний лагерь в Авере. Осенью того же года оккупационные власти издали приказ о выселении еврейского приюта в здании гимназии имени Розлеров. Самого Корчика арестовали за то, что он не носил повязку с нарисованной на ней звездой Давида, как было приказано всем евреям. Спустя год, осенью 1941 года, приют снова переселили. На этот раз они переехали в помещение общества работников торговли. Корчик продолжал искать источники финансирования для своего приюта, старался сгладить безысходность положения, прилагал максимум усилий, чтобы дети жили в таких же условиях, как до начала войны. В учреждении пытались сохранить все обычаи и внутренние устои, которым руководствовались ранее. В начале 1942 года Януш возглавил еще один приют для сирот – главный дом-прибежище. В мае того же года он начал вести дневник, где в хронологическом порядке записывал все ужасы оккупационного периода. Когда в августе 1942 года пришел приказ о депортации дома сирот, Корчик пошел вместе со своей помощницей и другом Стефанией Вильчинской, другими воспитателями и примерно двумя сотнями детей на станцию, откуда их в товарных вагонах отправили в Треблинку. Он отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпочел остаться с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере. Легендарный человек, прекрасный врач, знаменитый писатель и человек огромной самоотверженной души. Какой след он оставил именно в педагогике? Корчик первым в истории педагогики призвал смотреть на ребенка как на полноценную личность и уважать его. Называл детей малорослым народом, который обладает правами на любовь, на признание важности их жизни сейчас, а никогда не станут взрослыми, на индивидуальность, на ошибку и неудачи, потому что без ошибок невозможно получить опыт, на смерть. То есть право на риск, возможные опасности и неудачи, без которых не получится исследовать мир. Януш Корчик разделял понятие хороший и удобный ребенок. Главными инструментами педагога Корчик считал наблюдение и опыт. Права на ошибку он признавал не только за детьми, но и за педагогами и родителями. Ошибки по мысли Корчика определяют границы опыта. Он был пионером нравственного воспитания, вел метод коллективного воспитания и самовоспитания детей на основе детского самоуправления. Его система работала настолько хорошо, что на 200 воспитанников приюта приходилось всего четверо взрослых, включая кухарку и сторожа. В основном дети обслуживали себя сами. Корчик организовал систему трудовых дежурств. Таким образом, основными концептуальными идеями в педагогическом наследии Януша Корчика являются идеи самоценности детства, уважения прав ребенка, важности организации детского самоуправления, сокращение дистанции между педагогом и ребенком, создание условий для личностного роста ребенка. В современной педагогической науке и практике основные идеи Януша Корчика находят свое приведение в воспитании, в соответствии с которым подчеркивается важность изучения ребенка, создание условий для его развития и самосовершенствования, проявление собственных интересов и предпочтений, развитие самостоятельности и становление индивидуальности. Педагогическое и литературное наследие Янушу Корчика продолжает выполнять свою миссию и сегодня. Мировая педагогика пользуется его новаторскими идеями и педагогическими решениями. В память о великом педагоге 1978 год ЮНЕСКО объявила годом Корчика. Он стал одним из величайших авторитетов в мировой культуре и педагогике. 2012 год в Польше прошел под эгидой Януша Корчика, писателя и педагога.